В штатах Орегон и Вашингтон на частотах 1130 АМ стерео, а также на FM частоте 100,7, это Prime FM, и также в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ. Ну и я рад видеть и слышать нашего учителя, учителя Александра Болотникова, который является доктором, он является гибраистом, ученым мужем, который закончил не одно учебное заведение, и самое главное, он разумеет нашу российскую и украинскую мовы, то есть и по-русски, и по-украински, что делает его уникальным человеком, уникальным учителем, потому что когда мы вдаемся в глубины Священного Писания, когда мы разбираем Тору академически на английском языке, в нашем, вот, нашей диаспоре, понять ее не так-то и просто, поэтому на русском языке мы это делаем с большим удовольствием. Ну да, хотя для знания Священного Писания русский не особенно нужен, нужен иврит, арамейский, греческий и сопутствующие языки Древнего Востока. Да, да, и сейчас перед тем, как мы откроем Священное Писание, мы находимся в книге Ваикра, и сегодняшняя недельная глава называется Шмини, я попрошу учителя Александра совершить молитву. Пожалуйста, учитель Александра. Баруха та Адонай, логейну мэлэхалам, ашер бахарбану миколе амин, бенэтан лануэт торато. Баруха та Адонай, нотэна тара. Благословен Господь Бог наш, царь вселенной, избравший нас из всех племен колен и народов, даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дарователь Торы. Амэн. Амэн. Ну, что касается главы Шмини, это с девятую по одиннадцатую главу в синодальном переводе, то есть, чтобы вы знали, где это можно прочесть. Ну, вот я чуть-чуть прочитаю. И было. Ну, и потом мы здесь читаем, что и принесли то, что велел Маше к Шмини, Шатру Откровения, и подошло все общество, и стало пред Богом. И сказал Маше, то, что велел Адонай, сделайте, и явится вам слава Бога. Вот так вот мы здесь читаем, видим, что народ, в общем-то, сделал все правильно, но тут в то же время мы видим, что и сыновья Аарона, это мы видим в восемнадцатом стихе, и сыновья Аарона, вот тоже, значит, стали участвовать, поднесли ему кровь, и он окропил ее жертвенник. То есть, вроде мы видим, что все идет как бы, все идет как и должно быть. То есть, никаких проблем. То есть, мы здесь видим. Ну, и народ благословил, то есть, народ благословил Бога, и явилась слава Богу всему народу, и вышел огонь от Бога, и сжег на жертвенники все сожжения и жир, как увидел это народ. То есть, все, в общем-то, как Моше сказал, так и было сделано. Но дальше мы видим, что в дальнейшем ситуация, так понимаю, развивается как-то не по схеме. И мы видим о том, что сыны Аарона, вот, значит, тут мы читаем, что, значит, несколько сыновей, значит, они взяли каждый свой совок, положили в них огня, и возложили на него смесь благовоний, и воскурили пред Богом огонь чуждый, какого он не велел им. И вышел огонь от Бога, и пожрал их, и умерли они пред Богом. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Бог, в приближающийся ко мне буду я свят, и перед всем народом я прославлюсь. И умолк Аарон. С одной стороны, мы видим ликование. То есть, Господь Бог велел Моше совершить вот это жертвоприношение. Значит, Моше передал народу, народ точно так и сделал, и явилось слава Бога, и возликовал народ. И в то же время сыновья Аарона принесли огонь чуждый, и огонь пожрал сыновей Аарона. Вот я бы хотел спросить, вот такой резкий контраст у нас, мы вот видим вот в этой главе в начале, мы видим такой резкий контраст. То есть, почему они сделали как-то не так? Вот взяли огонь чуждый, ведь вроде бы они, люди были не глупые, сыновья Аарона, священника. Ну, начнем с того, что нам следует вообще увидеть, как вот у нас развивается повествование в книге Левит. Хотя в книге Левит у нас есть больше законов, но все-таки там идет определенная четкая линия. В книге Левит начинается с того, что Бог сначала дает указание Моисею, инструкцию о том, как приносится жертвоприношение. Вот у нас жертва там всесожжение, мирная жертва за грех, жертва повинности. Вот, потом он дает указание священникам, что священник должен делать. После этого у нас происходит ритуал помазания священника. И недельная глава шмини начинается с того, что Моисей проводит курс обучения священника. То есть, происходит не просто так. Вот у нас восьмая глава идет посвящение, а девятая глава, вот они пробуют. Вот давайте изучили, прочитали, теорию выучили, а теперь, пожалуйста, практика. Вот давайте попробуем, как это у вас получится. И вот они пробуют, вот то, что было прочитано в девятой главе книги Львит, они вот пробуют, у них все получается, народ ликует. То есть, святилище зажило. Вот это очень важный момент. Я скажу так. И вилослава Божья. Да. То есть, Господь, как бы, не то чтобы опровол, а он одобрил. Одобрил, да. Вот тут очень важный момент. Знаете, вот если кто-нибудь, да, механик, да, вот он собирает с нуля мотор автомобильный. Тратит на это невероятное количество времени, усилий, инструментов, все, вот он его собирает, все, значит, как говорится, смазывает. Но самое главное, надо его запустить, если после всех этих трудов не запустится мотор, и он где-то заклинит или зачихает, это огромное расстройство. Я почему об этом говорю? Я, вот, недельная глава Шмени, она очень важна. Она показывает суть святилища. Суть святилища заключается в том, что оно начинает работать. Святилище – это не музей, святилище – это не выставка чистоты, святилище – это не какой-то такой, понимаете, вот часто люди этого не понимают, потому что у многих понятия храма ассоциируются с тем, что привыкли делать в христианстве вот эти огромные купола, не повернись, не вывернись. А святилище, оно совсем по-другому работает. Там нет этих сводов, нет этого органа, нет этих окладов золотых, нет этих свечек. Там механизм переноса греха. Ну, кроме того, это еще был тогда переносной храм-мешкан. Да. Переносной. Он переносной. Маленький совсем. Правильно, он перенос. Но все там запускает Бог. Вот является слава Божья, и все запускается. Слава Божья запускает огонь. Вот это очень важно. То есть, как бы, святилище – это работающий механизм по очищению народа Божьего от греха. Когда-то был советский фильм про молодого директора завода. И старый директор завода, то ли уходя на пенсию, то ли там, в общем, что-то такое, но старый директор завода, им, как всегда, были что-то недовольны, куча молодых специалистов, которые хотят все сделать по-другому, и вот поставили молодого директора завода. И вот старый его пытается наставить. И говорит, не суй руку в работающий механизм. Молодой директор это дело проигнорировал. Проходит время, он начал то, другое, третье, десятое. И завалилось. Приходит старый директор и говорит ему, я, опять же, детали не помню, «Я тебе говорил, не суй руку в работающий механизм». Мудрая вещь. Механизм запускает Бог. А что делает надавая вигу? Да, сыновья, аруны. Они как раз туда руку запускают. То есть их научили по-другому, они решили делать по-другому. Это Божий механизм. Учитель Александра, я бы хотел вас спросить. Но они же знали, как нужно. Они же это слышали. И они знали, как Моше им сказал, давал им инструкции. И все равно они сделали как-то это все по-другому. Огонь чуждый принесли. Комментаторы считают, еврейские комментаторы считают, что они были пьяны. Так и написано. До такой степени, что в доску. Они все, во-первых, не то, что перепутали, а они даже не понимали, что они вообще творят. То есть они были очень сильно пьяны. Ну, написано так. Тут Господь сказал Аарону, говоря, Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинье собрание, чтобы не умереть. Чтобы могли, дальше написано, чтобы могли отличать священное от несвященного. Вот это вот основная проблема. Там дальше чистое от нечистого. Но самое главное, вот это вот, священное от несвященного они должны были. Они не отличили. Они все, чему их Моисей научил в нетрезвом состоянии, они все сделали по-другому. И получилось, что они запустили свою руку в работающий механизм. Им не надо было, им никто не давал права заводить этот механизм. Этот механизм заводит Бог. Оно в реальности так заводит. То есть самый основной, как говорится, двигатель этого механизма заключается в огне, который на жертвеннике всесожжений. Это самый основной механизм. Вот в девятой главе у нас книги Левит, Божий огонь сходит, и первая жертва сжигается. Дальше задача Аарона и его сыновей – этот огонь поддерживать. То есть это самый главный момент. Второй момент, который от этого огня запускается. У нас есть три, как говорится, три огня во святилище, и между ними вот этот огонь жертвы всесожжения, на котором сожигается туг жертвы за грех. Этот огонь просто указание в шестой главе Левит, чтобы этот огонь вообще не угасал. То есть это как вечный огонь. Единственное, что к нему не подводится газовая трубка, это нужно регулярно подкладывать дрова и забирать пепел. Подкладывать дрова и забирать пепел. Вот мне, кстати, кажется действительно, что те, кто конструировал вечный огонь у Кремлевской стены, наверняка они что-то позаимствовали из Библии. Это концепция вечного огня. Вообще концепция коммунизма, это перевернутая с ног на голову Библия. Интересно. Интересно. Также вот я бы хотел спросить. Вот о чем говорил Адунай. В приближающихся ко мне буду я свят и перед всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. О чем вообще идет речь здесь? Дело в том, что у священников была особая роль. Они несли ответственность за очищение народа от грехов. На них накладывалось особое требование, особо от них ожидания Божьи были и особая ответственность. Вот поэтому... Кстати, священники при исполнении, вернее, при неисполнении умирают не первый раз. Вернее, мы сейчас читаем книгу Левит, не последний раз. Есть такой священник был по имени Оза. Оза служил священником при Давиде. И Оза должен был отвечать за то, чтобы ковчег Завета из дома Аминодава перенесли в должное место, где было святилище. И Оза не выполнил инструкции. Инструкция книги Левит говорит, кто должны были взять ковчег. Это были должны шестые его взять, сыны Кехати. Они должны его были нести в руках, на шестах, и ковчег должен был быть накрытым. Так перевозится ковчег Завета. А что они сделали? Они его положили, вернее, погрузили на повозку и повезли волги. Они сделали неправильно. Фелестимляне ковчег, когда захватили, погрузили тоже на повозку и корову запрягли в повозку. И эти... Тут своя отдельная история, что происходит. Но я закончу с Озой и поговорю за фелестимлян. Кстати, вот не все наши слушатели знают, что эта история идет в параллель к сегодняшнему разбору Тары, к главе Шмине, Гавторот. То есть в Гавтороте разбирается эта история. Да, дело в том, что эта история из книги «Второе Самуила», по-русски это «Второе царство», а так как я уже сказал «Второе Самуила», то есть автор этой книги «Пророк Самуил», поэтому эта история в разделе «Пророков». А когда мы читаем Тору, то мы, конечно, после этого читаем и из книг «Пророков». То есть мы видим, что подобные вещи, увы, происходят. Так вот, он сказал, что вот что сказал Господь, что в приближающихся ко мне буду я свят. И перед всем народом я прославлюсь. Так вот, я закончу с вопросом с Озой. Да, да, да. Оза что делает? Оза отвечает за перенос ковчега. Это его ответственность. Он это делает неправильно. И потом еще, когда валы по дороге горно идут, наклоняется, понимаете, по Озко. Оза идет, ее держит, понимаете, герой. И люди задают вопрос, а почему вдруг Бог так наказал Озу? За дерзновение, наверное, да. Вопрос не в дерзновении. Вопрос заключается в том, что если священники не знают Тору, то кто знает Тору? Вопрос заключается в том, что на священника, вот здесь я не могу, вернувшись из Египта, не привести антипараллели с тем, что происходит в Древнем Египте. В Древнем Египте священник – это фактически власть имеющая. Он делает, что хочет. У них там храмы, у них в руках письменность. Они управляют фараоном. Священники делают, что хотят. Понимаете? А вот, когда мы говорим об Израиле, получается обратное. Священник несет на себе ответственность. Вот я хочу прочитать похожее место. Это книга числа. Хочу, чтобы обратили внимание, как сказано. Книга числа, 18 глава. «Сказал Господь Аарона, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобой понесете себе грех за небрежность в освятилище. Ты и сыны твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». То есть, вот эта разница между египетскими священниками, которые там всем командовали, от них все зависели, они всем управляли, они всем заправляли. А здесь ответственность. Если ты, как священник, не знаешь, как, то можно себе представить, куда пойдет народ. А книга судей, она показательна в этом плане. Книга судей четко и последовательно показывает кризис, страшнейший кризис, который случился в истории израильского народа, когда перестал функционировать институт священства, на которое возлагали ответственность за научение всего народа основам закона Божьего. И вот закон, понимаете, если священник его не знает, то кто тогда его будет знать? А если его никто не знает, то извините, вообще какой смысл в существовании Божьего народа? И поэтому у Бога не было никакого другого выхода, кроме как очень сильно постучать в колокол, позвонить в колокол. Вот это вот, когда умирает священник Оза, когда умирают священники Надавы Авию, когда левиты из города Кириат, из города Бетшемеш, понимаете? Вместо того, чтобы когда к ним пришли эти коровы и правильно привел их Господь, Господь привел этих коров с повозкой. Это история, как филистимляне захватили ковчег Завета. И фактически вот Бог же направил туда, куда надо, Он же направил ковчег к людям, которые должны знать, как обращаться. А они взяли рты, разинули, давай заглядывать туда в ковчег. Любопытствовать. Ну это безобразие. Конечно. Это безобразие. Если священники так относятся, то что можно ожидать от народа? И поэтому Бог действует. Очень неприятно Богу так действовать. Ну а как, как говорится, потрясти разум человека, чтобы он задумался, и что-то поменялось. И так и поменялось после этого. Я просто подумал, что в ковчеге находились предметы. Многие скажут, что там скрижали находились, посох, который расцвел. Я так понимаю, что в еврейской традиции не было вот такого выставлять это на всеобщее обозрение. Лежат они там себе и лежат. Может быть и так, но я смотрю на это с другой стороны. Я смотрю на это с той стороны послушания Богу. То есть Бог сказал, вот так ты делаешь, вот так ты делаешь, и вот так ты делаешь. На тебя смотрят. Если ты, как священник, делаешь не так, как сказал Бог, куда пойдет народ, называется вразнос. Это тоже есть такой термин. И нас об этом предупреждали еще в советской армии, когда мы учились в автошколе, вот такой термин. Если ты там то и то сделаешь, двигатель пойдет в разнос. А что такое старый советский двигатель дизельный пошел в разнос, это значит, ты останавливаешь машину, и ты не можешь заглушить его. И он идет в разнос, пока не заклинивает. То есть вот это проблема. То есть, если народ видит, что священники нарушают, народ пойдет в разнос. И это остановить невозможно. Люди погибнут. Я так понимаю. И поэтому, причиняя, я подбираю слово, причиняя смерть священникам, народ таким образом спасает, Бог таким образом спасает от гибели народа. Экстраполируя эту ситуацию на современных священников, мы с вами тоже можем ее применить. Я в новостях сегодня рассказывал о том, что происходит в католической церкви, например. Когда священники не только не исполняют своих обязанностей, а злоупотребляют ими. И вот смотрите, как интересно получается. Господь много... Долготерпелив много милостив. Как это еще можно назвать? Когда священники в рясах, когда священники, которые должны помогать людям... Пусть они приходят, согласно католической доктрине, там исповедуют свои грехи. Они должны быть их выслушать, помочь, определить причину. Но, простите меня, что они делают с детьми? Ну, ты вообще затронул... Серьезная вещь. Тему, она очень серьезная. Она очень... Она с точки зрения вот анализа состояния католической церкви очень важна. Да и не только. Ну, любая церковь, которая сохранила священство, потому что... Потому что не надо забывать, что и Аарон, и Надав, и Авил, и все остальные потомки Аарона исполняли, согласно посланию евреям, только лишь одну функцию. Они были символами Иисуса, нашего небесного первосвященника. И проблема заключается не в том, что сегодня делают люди в рясах. Проблема заключается в том, почему сегодня, после Голгофы, после того, как Иисус вошел в небесное святилище и принял на себя священство по чину мелхиседека, как об этом пишет послание к евреям, вполне однозначно, черным по белому, почему сегодня есть люди в рясах. И вот потому, что вот эти люди в рясах и остались, вот остальное мы имеем. Имеем то, что имеем. Имеем первосвященника, это, естественно, католическая доктрина, основная должность, как говорится, вот главы католической церкви. В православной церкви мы первосвященника не имеем, вот, православная церковь осуждала всегда римского епископа за то, что он себе присвоил титул, который принадлежит Христу и ему единому. Но все равно продолжала иметь людей, которые отпускают грехи, несмотря на то, что в послании к Тимофею Павел четко написал, един Бог, един посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, вот, и, к сожалению... Он и есть посредник, получается, а не священники. Никакого сегодня, никакого сегодня человеческого посредника, никакого сегодня, еще раз повторяю, человеческого посредника нет и быть не может. Это первое Тимофея 2.5. Никакого. Вот, поэтому все эти проблемы можно говорить, да, вот, какая большая, какая серьезнейшая ситуация, как говорил один из авторов, кстати, книги, которая, интересным образом, это католик, написал книгу, в которой адресует, я считаю, ключевой вопрос католицизма. Вот, вот, это вопрос именно священства. Вот, и он говорит, что происходит. Вот весь этот педофилический скандал, который сегодня уже продолжается, я не знаю, который год, а продолжается, из-за которого... Пенедит XVI ушел в отставку, беспрецедентное явление в католицизме, чтобы папа добровольно подал в отставку. Вот, но это произошло, а произошло это потому, что он, будучи теологом серьезным, то есть просчитывающим, знаете, как шахматист, он просчитывает все шаги. Я помню, мне пару дней назад какой-то очень рьяный оппонент по вопросу, который я поднимал на Фейсбуке, написал, «Ой, вы, наверное, не знаете текстов Нового Завета». «Я вас умоляю, я вас умоляю». Все знают все тексты и Нового, и Ветхого Завета. Просто нужно понимать подход, подход, подход к священному писанию. Вот, когда человек мне тот делал на Фейсбуке замечание, ну, понятен его подход, его подход. Вот, ты нам все эти тексты перечислил, которые говорят обновь, а так как ты этот текст не перечислил, я его возьму как козырным тудом, что ты перечикнешь все остальные тексты. Да, дорогие друзья, я напоминаю, что мы разбираем священное писание на каждый шаббат, и сегодня мы находимся в главе Шмини, это книга «Левит», и вы также можете продолжать задавать ваши вопросы, высказывать ваше мнение, оставлять комментарии под видео, которое вы сейчас с таким интересом смотрите. Ну, и все, кто нас слушает, вы тоже можете адресовать ваши замечания в адрес той радиостанции, которая транслирует нашу программу. Напоминаю, что в Орегоне и Вашингтоне вы можете слушать нас на частотах 1130 АМ и 100,7 ФМ, а в Европе на радиоцентр на частоте 106 и 1602 АМ. Мы продолжаем изучать еще написание и переходим, наверное, к самому спорному моменту. До сих пор о нем ведутся споры, и я хочу вам сказать, пока вы открываете, это 11 глава, 11 глава книги «Левит», это «Ваекра», в еврейской традиции называется «Ваекра», книга, и открываем мы 11 главу. Я помню, что в самом начале 90-х годов я спросил своего любимого американского пастора. Он, слава богу, говорил по-русски и мог выразить свою мысль на русском языке вполне ясно. Я иногда спрашивал его по-английски, иногда он по-английски говорил, но по-русски мне казалось, что он очень красноречиво говорил. Я меня спросил, пастор Роман, вы кушаете свинину? Он говорит, конечно, да. Я же не еврей. И вот я помню, что это уже был вечер, уже было темно. Я помню, что меня это очень сильно поразило. Знаете, почему? Потому что из этого ответа пастора можно было сделать много-много выводов, как говорит наш учитель, экзигезу. Можно было целую экзигезу привести. Во-первых, он признает наличие кашрута, признает, что свинину есть нельзя, и признает то, что свинину есть нельзя еврейскому народу. То есть, он говорит, что я могу, потому что я не еврей. То есть, он не еврей, значит, есть свинину можно. А у меня был вопрос, а что значит не еврей? Что значит святости? То есть, вопрос святости, вопрос чистоты. У меня потом возникло много вопросов. Я их потом задал уже, правда, спустя много-много лет. И этот вопрос вызвал много-много споров. И вот мы здесь читаем. Смотрите, что здесь написано. «И говорил Адунай, обращаясь к Моше и Аарону, сказав им, Так скажите сынам Израиля, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. Всякое живое существо с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами и отрыгивающей жвачку можете есть. Только этих не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, который отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт, нечист он для вас. И домана, который также отрыгивает жвачку, но нет у него раздвоенных копыт, нечист он для вас. И зайца, потому что, хотя он и отрыгивает жвачку, но у него раздвоенных копыт нет, нечист он для вас. И свинью, хотя копыта ее раздвоены и расщеплены, но не отрыгивает она жвачку, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь. Нечисты они для вас. Ну и дальше здесь идет причинение то, что в воде, вот вы можете есть всех, у кого есть плавники и чешуя. В воде, в морях или в реках их можете есть. Все же те, у кого нет плавников и чешуи, в морях или в реках, из всех гадов водяных, из всех живых существ, которые в воде, мерзость они для вас. И так как они мерзость для вас, то мясо их не ешьте и трупа их гнушайтесь. Ну и потом также здесь написано и по поводу, кто летает, значит, кого можно есть, там у кого четыре ноги, значит, вот, потом, значит, среди насекомых вы можете есть те, которые многоножки нельзя есть. В общем, целый закон, я так понимаю, мы здесь видим, ну, не то чтобы закон Кашрута, а тогда еще не было такого закона, а здесь закон о чистой и нечистой пище. Учитель Александр, эта тема вызывает очень много споров. Многие, вот, как пастор Роман, американский пастор, говорят, ну, а это евреям, а нам-то это можно есть? Ну, вот, я сразу же отвечу на этот вопрос, потому что, ну, есть правильная постановка вопроса, а есть неправильная, глупая постановка. Так вот, твой друг пастор Роман, он поставил вопрос чрезвычайно глупо. То есть, есть, оказывается, вещи, которые еврею запрещено, а не еврею разрешено. То есть, он, он, он подчеркивает разницу, то есть, он, он видит разницу между евреем и не евреем. Он больше видит, он фактически хочет сказать, что у Бога существует два стандарта. Один для не евреев, а другой для евреев. Два стандарта святости. То есть, иными словами, вот, допустим, сидит русский и еврей. Если еврей что-то сделает, это грех, а если русский сделает то же самое, это не грех. Извините, но большего абсурда я еще не видел. Большего абсурда я еще не видел. Почему? Ну, значит, я приведу два примера. То есть, хорошо. Три, три примера. Первый пример. Вот смотрим сюда. Тот же книга Левит, да? Вот это для евреев или для не евреев? К жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. Однозначно понятно. Это только к еврейской женщине. А к не еврейской у них что, другая физиология, что ли? То есть, если русский оказался женат на еврейке, то, извините, он не имеет права с ней иметь близости во время месячных. А если бы русский был бы женат на русской, тогда можно. О, как получается. Или наоборот. Ну, я скажу другое. Ну, здесь написано, так скажите сынам Израиля. Да, это, конечно, хороший аргумент. А? Ох, ты уел меня, да, да. Неплохо. Ну, я скажу таким образом. И сказал Господь Моисей, говоря, объяви сынам Израиля. Ну, дело в том, что я почему говорю. Тот, что твой друг пастор сказал, очень мне напоминает то, что я постоянно слышу от ортодоксальных раввинов. Вот, дескать, суббота, чё украинцу суббота, чё поляку суббота. У меня была одна знакомая, которая стала ходить в церковь, которой я был пастором в Нью-Йорке. И вот она стала ходить, она стала, ну, понятно, что в церкви у нас была суббота, и всё. А она начала святить в субботу, и она мне дальше рассказала, что у неё было на работе. Что работала она не в простой работе, она работала у мессии. У каждого хасидского подворья есть свой мессия, великий Рэбе Цедик. Вот этот Рэбе, это был Нафтали Гальбертштам. И вот это были бобовские хасиды, они проживали компактно в районе Боро-парк в Нью-Йорке. И вот она приходит, она, конечно же, с Рэбе не разговаривала, но с Рэбе, с его женой, она разговаривала по-польски. Она говорит, я... А её задача была очень непростая, у неё была очень тяжёлая работа в субботу. Потому что к Рэбе приходили много людей на обед, а всю посуду должна была мыть она. Это было нормально. Для ортодоксальных иудеев есть такое понятие шабосы-гои. То есть человек, который не еврей, они его называют гоем, который будет выполнять для них всю работу в субботу. Доходит иногда до абсурда. Я до сих пор не знаю, меня раздирает противоречие. Когда приходит этот... Я знаю эти случаи постоянно, когда в еврейских районах проживает верующая, соблюдающая субботу. И приходит соседка ортодоксальная и говорит, вы не могли бы прийти ко мне и включить мне кондиционер? А то жарко, а я кнопку не могу, нельзя. Мне нельзя, вам можно. Мне вот... Вот мы видим то же самое. Вот это у христианского пастора, вот это логика. Вот. Я прочитал то же самое. Хоть и здесь написано «объяви сыном Израилевым». То есть получается, что написано в 22 стихе «объяви сыном Израилевым». Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. То есть только для евреев однополые браки запрещены, а для неевреев они оказываются разрешены. Но получается, что так, учитель Александр, следуя логике. Вот она логика очень порочная. Потому что те же самые христиане пришли и не раз приходили, такие же точно, как вот этот пастор, они не раз приходили с пикетами к кемпусу Hebrew Union College, где я учился. А Hebrew Union College – это еврейское учебное заведение, где готовят равинов, но только не ортодоксального, а либерального направления. И там, к сожалению, мне приходилось учиться бок о бок со студентами, которые учились на равинов, которые были, уже находились в однополом браке, как я позже узнавал. Только что, как я потом пошел, мне было интересно, вот почему в реформистском направлении в иудаизме принимают это, вот, мне было интересно. Ну, ответ был такой. Тора запрещает однополые браки, интимные взаимоотношения. Но они же евреи, они же члены нашего общества, мы их бросать не будем. Поэтому под этим лозунгом сегодня есть очень много, то есть реформистский иудаизм разрешает однополые браки, проводит однополые бракосочетания между однополыми женихами с невестами, за что, кстати, израильский равенат их не признает. Вот, но факт в чем? То есть, как бы, вот это противоречие в иудаизме, а вот христианство, да, вот христианство. Вот эти христиане, которые, я их поддерживаю, я их поддерживаю. Да, надо сблюсти чистоту семьи и брака. Вот, и они приходят с плакатами к кемпусу такого, как Hebrew Union College, и говорят. И там написано, у вас в Торе написано. Для кого написано? Они хотят это прочитать либеральным евреям, и я абсолютно знаю, что они сами это соблюдают. То, что в Торе написано. Так у меня вопрос возникает. Как вы и по какому принципу, друзья дорогие, вы выбираете из Торы то, что написано в Левит 18.22, и говорите, это сегодня закон жизни, а Левит 11 вы выбрасываете и говорите, это для евреев, а к нам это не относится. Вот где этот принцип? По какому принципу из книги Левит выбираем одно, а выбрасываем другое? Как? Окей. А вот как насчет такого аргумента, что если мы откроем так называемый Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, мы там прочитаем, что по поводу, значит, апостол Павел говорил по поводу, значит, мужеложников, скотоложников, что таковые царства Божии не наследуют, а по поводу еды не написано. А кроме того, кроме того, вот многие сейчас скажут, да, кроме того, многие скажут, но мы же представители других народов, у нас вот будут рассказывать, а вот мы миссионерами вот в Сибирь ездили, а вот мы миссионерами ездили, например, к народам, к диким, и мы приедем, будем рассказывать, что вы тут червяков едите. Вот у меня, например, был пастор, который проводит миссионерские поездки в Африку, и он говорит, что они питаются там червяками жареными. Ну, можно было найти, наверное, Сарленчу, более чистую. У меня был один знакомый, который служил на китайской границе в советские времена, и там в районе Горном, и там были вот очень нравы такие крепкие. Вот местные кто-то, или уйгуры, или какие-то китайцы, в общем, его пригласили в гости. И вот там, если ты откажешься от пищи, то ты враг, и тебя могут, если не убить, то и сбить. Или съесть. Ну, нет, это ж Китай, нет. Но там четко, ты или ешь с нами, ты наш друг, а если ты не ешь с нами, ты наш... Вот так же там. Вот ты наш недруг, так вот... Как бы с римлянами, вот к римлянам написано, что таковы царство и наследие, а про еду там ничего не написано. Более того, там еще куча многих мест написано, которые многие наши верующие христиане ставят в угловые угла, что вот, пожалуйста, написано, заколи Петр и ешь. Или, например, что там было написано по поводу того, что все, что есть на торгу, без всякого исследования. Вот как раз, вы знаете, я был на конвенции NRB, National Religious Broadcasters, за столом, очень много там официанты как бы служили, и там было много вкусных вещей, все сидели в галстуках, в пиджаках, и основное блюдо это была курица в соусе, в котором плавал хрюша, бекон вместе с овощами. Все съели, я спросил у официанта, это что? Он мне сказал, это бейкон, я говорю, пожалуйста, поменяйте мне. Он говорит, я не могу вам поменять, потому что вам надо было заранее. Я говорю, простите, но я не буду это есть. Все, которые это съели, начали мне говорить, а ты вообще христианин? А что написано вот здесь? А что здесь написано? А один мой хороший знакомый, так вот я закончу эту историю с червячками, а потом расскажу вторую историю. Вот, значит, история с червячками заключалась так, что пришел мой знакомый к этому в гости, и там ему подают самое сладкое блюдо, деликатес, тарелочка, вот такая пиалочка, а в ней ползают такие беленькие, жирненькие. Ну... Опарыши. Да. Ну, ему что осталось делать? Он закрыл глаза и сказал себе, я мужчина или нет? вложил это себе в рот и дал этому заползти себе в желудок. На что хозяин залился смехом и говорит, ай, лузский, ничего ты не понимаешь. Мы его уксусом поливаем, оно умилает, и мы тогда кусаем. Вот. То есть, ну, до чего может дойти человеческое это? А по поводу того, что тебе говорили на НРБ, я не могу не привести историю одного верующего человека, который пришел ко Христу из ортодоксальных иудеев в Израиле, который пришел к одному из пасторов там, попросил его крестить его, а тот спрашивает его, ты свинину уже кушаешь? А этот человек с раввинским образованием, хорошо разбирающийся в тонкостях Библии, евриты и так далее, он спрашивает, это что вы имеете в виду? Он говорит, если ты под благодатью, значит, ты должен кушать свинину. Ну, этот человек тогда говорит ему, ну, должен, то вы тогда дайте мне конкретно, когда, как часто, в каких количествах, если это должен. Этот пастор, тогда ему говорит, уходи вон отсюда, фарисей. То есть, в реальности я скажу, серьезнейшая проблема. То, что ты затронул, ты, конечно, все сразу тексты нашим радиослушателям выложил, всех козырных тузов ты выложил. Но я отвечу на первый вопрос библейский, а вот как, который, в общем-то, мы поставили. Зачем нужно жить по Торе, когда в Новом Совете у нас все есть? То есть, когда мы выбираем, не ложись с мужчиной, как с женщиной, в Первом Послании Каринтона нам есть, мы ужеложники, царство Божие. И поэтому никакая книга левит нам не нужна. Вот я вам сейчас почитаю из книги Второзакония. Вот в книге Второзакония у нас написано в 18 главе. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться проводящий сына твоего через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий человек, делающий это. У меня вопрос к слушателям. Такой я хочу бросить вызов. Можете в комментах писать. Вот где в Новом Завете текст, который бы говорил о вызывающих духах, о волшебниках и вопрошающих мертвых. И если этого текста в Новом Завете нету, то можно ли христианину, который живет по Новому Завету, вызывать духов, заниматься волшебством и вопрошать мертвых, так как это вот Ветхий Завет. Могут привести пример, что там вот этот вот волк какой-то ходил, там это пророчество, прозорливец, ему, значит, Павел запретил именем Иисуса Христа, запрещает тебе выйти этот нечистый дух. Ну, может быть, это был частный случай, но нигде не написан. Он был не христианин, он был противником христианства. А может быть, и вот... Да, он был противником христианства. Да. А сколько, Андрей, сколько по деревням и до сегодняшнего времени есть бабушек, которые нагадают тебе. И икона там висит, Божьей Матери. Кстати говоря, в Новом Завете нигде не написано запрет... Вот заповедь номер два. Не сотвори себе кумира и никакого изображения, которое на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Не поклоняйся, и мы не служим. Так? Угу. Сегодня есть церкви, в которых... Ну, изображений животных, конечно, нет, но изображений людей есть. Самая популярная икона, например, среди украинского православия, это Николай Угодник. Кстати говоря, прообраз Деда Мороза, Санта-Клауса. Чудненько. Вот. Есть изображения, люди перед ним, причем и православные люди серьезные, они молитву совершают прямо перед вот этим образом. Вот. Правильно это согласно Новому Завету или нет? Я сейчас про православных не говорю. В православии, католицизме, второй заповеди, четвертой, как бы не существует по катехизису католическому. А вот меня интересуют братья-протестанты, и я задаю таким им очень много вопросов. Вот. Если стоит икона, и кто-то молится перед ней, это грех? Или это не грех? И я знаю очень многих, которые не отвечают на этот вопрос. А я знаю, почему не отвечают на этот вопрос. Потому что, как только они ответят на этот вопрос, так как на этот вопрос отвечали отцы-реформаторы, Лютер, Цвингли и другие отцы и основатели протестантизма, они себя загонят в угол. Как ты говоришь, это грех? А другие заповеди, которые привыкли нарушать, не грех. Поэтому очень удобно так вот от этих вопросов уходить и говорить, а мы живем только по-новому. Учитель, Александр, вы знаете, что это очень-очень все непросто. Когда вот за столом я, ну, постарался по-английски достаточно просто изложить позицию, мне задали вопрос, когда, вот да, знаете, интересный момент. Я вам рассказываю, простите меня, ну, вот, допустим, апостол Петр, то есть, и Павел, они говорили о всем других вещах. Там, в первом случае, это была идола жертвенная, а второе, знаете, вот там просто был пример, то, что нечисто, то, что не... Вот, Господь, как это написано, то, что чистым, да, то, что Господь очистил, не почитай нечистым. И на это, то есть, люди серьезные, они занимают высокие позиции в обществе, там, кто-то президент, кто-то ассистент президента и так далее, в той или иной компании, она говорит, ты спекулируешь, ты просто спекулируешь. Ну, говорит, мы, давай не будем просто спекулировать, не ешь, не ешь. Биг дел. Ну, вопрос. Спекулировать. И вот этот момент, вот этот момент, я хочу вам сказать, что я наблюдал во многих, например, церквях, после служения, меня приглашали в рестораны. Вот, допустим, китайские люди набирали, набирали, вот, всяких этих улиток, мидии, там вот эти, ну, в чане из буфета, много всего такого есть, там, стаффа, там, машем с этими шримпами и так далее. Интересный момент. Вот мы, как мы совершаем молитву? Мы благодарим Бога. То есть, мы нашим, вот, я привел этот момент, так, кстати говоря, что наша молитва, она идет снизу вверх. То есть, мы благодарим Господа, да, то есть, вот, благословим Господь, который дает нам хлеб от земли, да, а вот там идет молитва, которая по-другому говорит, они говорят так, то есть, они, возможно, и признают, что это может быть что-то нечистое. И я с этим сталкивался. Они молятся, Господи, очисти это и благослови. Вот по тому моменту, вот по той инструкции, что то, что Господь очистил, не почитай нечистым. Ну, смотри. Очисти. Если ты помолился, значит, Господь очистил. Ешь. Вот. Ну, естественно, здесь мы можем, как бы, я не знаю, сколько у нас времени. Мало времени. Но я хочу показать одну вещь. То есть, вот, я недаром привел этого человека, который мне козырный туз показал. И я сказал ранее, хорошо, ты мне показал туз, что я буду делать с остальными текстами Священного Писания. Или мы хотим сказать, что достаточно жить одного текста, которым можно оправдать свои какие-то действия, и этот остальной, этот текст, мы можем перекрыть все остальное. Вот смотрите, я вам показываю текст. Вот у нас пророк Исаия завершает свою книгу. Вот у нас написаны слова о Божьем суде. И опять же, мы говорим о герменевтике, потому что это фундаментальные вещи. Это фундаментальные вещи. Как мы читаем Библию. Не так, как мы ее толкуем, а так, как мы читаем. Вот. Я скажу тебе так, что тот, кто читает Библию, как колоду карту, взял один стишок, он оправдает не только нарушение закона левицкого, что Бог это очистил, он оправдает любое убийство и любую мерзость. Дело в том, что Гитлер использовал тексты Нового Завета в пропаганде своей. Сегодня такое можно с текстами из Библии сделать. Потому что люди как раз толкуют тексты из Библии, а не читают. Вот я читаю, смотрите. Ибо Господь с огнем и мечом произведет суд над всякой плоти и много будет пораженный Господь. Божий суд. Когда Божий суд происходит? В конце времени Божий суд. Я не знаю другого суда. Если есть какой-то другой промежуточный Божий суд, пусть мне расскажут. Дальше критерии. Те, которые освещают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо, мерзость и мышей. Все погибнут. Это пишет пророк Исаиев. Приходит Иисус и говорит. Ну, я вам говорю, представьте себе вот этот сценарий. Человек пользуется то, что Бог очистил, не почитает, не чистил. Извините, что? Иисус это другой Бог. И что теперь делать? Те, которые во времена Исаии ели свиное мясо и мерзости мышей, написано. Это же не просто так какой-то там ритуал, понимаете? У меня нигде не написано, допустим, если кто-то не так принесет жертву всесожжения, он погибнет. А здесь написано четко. Едят свиное мясо, мерзость и мышей погибнут. То есть, те, кто при Исаии вот жили, они погибнут. А те, кто при Петре делают то же самое, они не погибнут? Это что, нормально? То есть, где здесь, сколько тогда богов у нас? Да что, бог у нас получается, как президент известной нами страны, под себя конституцию каждый раз делает? Это ненормально. То есть, если сегодня можно этот есть, потому что бог очистил и надо есть, то тогда надо объяснить, что тогда имел в виду Исаия. Или он что, простил всех, кто это делал? А зачем тогда он вообще это писал? Здесь явно написано, что это грех. То есть, у меня не укладывается одна вещь, понимаете? Что у меня не укладывается, как вот это в герминевтике? Это серьезная вещь, не только герминевтика, это сатирология. Не может быть что-то тысячу лет назад было грехом, а тысячу лет спустя перестало быть грехом. Если у бога это грех, он есть грех. В противном случае это как советская система. Я до сих пор помню начальника снабжения Ровенской атомной электростанции, которого посадили по статье, которую через четыре года отменили. И он отсидел, отмотал срок. Это что, такой бог получается, как советская система? Вот. Но я скажу про поводу вот этих вот сифуда. Крабы, шримпы и прочие прелести китайские. Я, конечно, не стал им говорить что-то шекец, а то бы они бы очень обиделись на меня. Ну, естественно, я скажу, потому что слово мерзость у нас уже четко в книге Левит написано, особенно про сифуд. Даже про свиню так не написано. Написано, скверные они для вас. А это означает шекец. А шекец это экскременты. Вот. Поэтому, как говорится, у меня уже нет времени рассказывать, что видел Петр и почему он это видел и кого бог очистил все-таки. И что значит кого-то не почитать может быть в другой раз. Но однозначно я хочу просто в отпущенное время просто показать целостность священного писания. Мы не можем использовать один стих против другого как тройка, семерка, туз. Если здесь написано погибнут и это грех, то нужно тебе задать вопрос. А почему вдруг то, за что тысячу лет назад или три тысячи лет назад погибали, сегодня не погибают. это как? Как это? Грех может менять свое понятие. Я могу понять, какой-то ритуал в освятилище указывал на Христа, но здесь явно видно, что это грех. Если мы говорим Бог очистил, то получается в определенных условиях то, что было грехом, Бог не делает это грехом. Я понимаю, грех можно простить, но когда грех прощается, то дальше сказано иди и больше не греши. А здесь отменил, делай, так я грешу или не грешу? Да, друзья, я думаю, что давайте вот на этом вопросе задайте себе каждый этот вопрос. На этом мы сегодня закончим наш разбор. К сожалению, время не остается, но я думаю, что этот вопрос очень-очень важный для вас. Задайте его на себе. И мы приглашаем вас слушать наши программы каждый шаббат и в Орегоне и Вашингтоне на частотах 1130 и 100,7 на Prime FM, а также в Европе на радиоцентр 1602. И в заключение я бы хотел учителя попросить, чтобы он совершил молитву. Пожалуйста, учитель Александр. Господь, царь вселенной, который дал нам Тору истинную и глаголы вечной жизни.